С осени и до начала распускания листьев в Ильичевске проводится омолаживающая обрезка зеленых насаждений. Эти работы и в этом году запланировано осуществить до наступления периода вегетации в растении. Обычно омолаживающая обрезка проводится тогда, когда растение достигло определенной возрастной границы, чтобы продлить дерево или кустарных блюзий. Но в городских условиях возникает ряд факторов, вынуждающих осуществлять обрезку раньше этого времени. Это происходит, когда разросшиеся деревья мешают городским коммуникациям. Затемляют окна жилых домов, закрывают обзор дорожных знаков. Допустим, дерево было посажено каким-то жителям, например, из прутика вырос громадный тополь. Расположен он близко к фасаду здания. Происходит какое-то нарушение фундамента или обмостки. Начинает он свои кроны наносить вред тем балконам, которые люди остеклили. И что? Возникает проблема, правильно? Нужно ее решать. Если его вовремя, этот тополь, не убрать, то рано или после он, естественно, начнет стареть, погибать. Если, допустим, тополь имеет высоту 35 до 40 метров, это значит, что оно уже скоро прекратит свой дальнейший рост и будет погибать. Поэтому нужно это предусмотреть и эту обрезку выполнять своевременно. В Ильичевске омолаживающая обрезка растений планируется заблаговременно и осуществляется квалифицированными специалистами-озеленителями с использованием 22-метровой автовышки. В этом году мы производим обрезку по улице Комсомольская. По улице Транспортной, вы, наверное, тоже там обратили внимание, находится очень много, более сотни старых громадных тополей, которые действительно нуждаются в омолаживающей обрезке. Большая часть этих растений уже сухими ветвями сигнализирует о том, что эту обрезку нужно было выполнять еще вчера. Одновременно с омолаживающей осуществляется обрезка растений по заказу городского управления жилищно-коммунального хозяйства. Происходят нештатные ситуации, когда необходимо срочно обрезать дерево, либо его, может быть, снести. Согласно тех документов, которые на него созданы, мы эту работу производим. Ну, в данном случае вот только закончили улицу Героев Сталинграда 4А отчасти, мы еще и должны, ну, там несколько дней отработать, и Героев 6, Героев Сталинграда 6. Перед этим у нас была обрезка по Парковой 20А, 22А. После обрезки деревьев остается большое количество сучьих и веток, которые для удобства транспортировки перерабатываются работниками зеленхоза при помощи специального измельчителя. Несколько лет не могли себе этого позволить, но понимали, что утилизируя ветки на горсвалке, не измельчив их, это, конечно, экономически очень накладно. Приобретение этой техники дало нам серьезную экономию средств. Мы практически за год их окупили. Раньше большая часть переработанной древесины вывозилась на свалку, но вот у зимы в Александровской поселковой администрации ей нашли более рациональное применение. После наступления холодов мы решили проверить жилищные условия многодетных и малоимущих семей поселка Александровка. И мы определили, что в связи с тем, что нету газа, нету отопления, и люди переживали очень сложный период. Мы решили им помочь. Обратились в зеленхоз по поводу, чтобы те ветки, которые обрезаются, не вывозились на свалку, а мы использовали для отопления этих домов. За последний месяц от нуждающихся в помощи жителей Александровки поступило 15 новых заявок на доставку отходов обрезки деревьев для использования при отоплении домов. После выхода в эфир этой акции, скажем так, к нам пошел поток людей. На сегодняшний день мы опять же работаем с зеленхозом. Это реальная экономия и бюджетных средств, потому что ранее данные ветки вывозились за бюджетные деньги на свалку. На сегодняшний день работает отробилка. Эти ветки отробятся, и уже, скажем так, этот продукт мы уже развозим посредственно по этим сетям. С приходом весеннего тепла тема использования отходов от обрезки деревьев для отопления частных домов на некоторый период утратит свою актуальность. Но в это время отходы древесины будут накапливаться, а с наступлением холодов снова передаваться нуждающимся жителям. Продолжение следует...